В советское время на селе мотоцикл был верным спутником, помощником, а зачастую и единственным личным транспортом, доступным для жителей. В деревнях на мотоциклах передвигались все, кому не лень. Сегодня я бы хотел сравнить двух постоянных конкурентов, выпускавшихся на одном предприятии. Это Иш Юпитер 5, Иш Планета 5. Несмотря на то, что выпускал их один завод, эти мотоциклы имели различия и в глазах граждан постоянно соревновались между собой. И начнем мы с Юпитера, тем более, что он появился чуть раньше, в 1985 году. Мотоцикл получился очень неприхотливым и легко справлялся с разным дорожным покрытием, да и на бездорожье чувствовал себя неплохо. На Юпитере стоял двухцилиндровый двухтактный двигатель с воздушным охлаждением объемом 347 кубиков. Мощность он выдавал 25 лошадиных сил. Коробка передач механическая, четырехступенчатая. Скорости переключаются педалью. Вес Юпитера 160 килограмм. Расход топлива 5 литров на 100 километров. При этом, если использовать коляску, то расход возрастал еще на 2-3 литра. С коляской мотоцикл мог увести 255 килограммов груза, без нее 170. Максимальная скорость, до которой можно было разогнаться на Юпитере 5, составляла 120 километров в час. Согласитесь, для того периода довольно средние показатели. Иж планета 5 появился двумя годами позже, в 1987 году. Проходимостью своему собрату он не уступал, но имел одноцилиндровый двигатель на 346 кубиков. Объема мощности тоже несколько меньше, чем у Юпитера и составляет 22 лошадиных силы. Трансмиссия аналогичная, механическая на 4 ступени. Максимальная скорость тоже 120 километров в час. Правда, расход топлива больше и составляет 6 литров на сотню километров, при том, что вес мотоцикла даже чуть меньше – 158 килограммов. А грузоподъемность осталась такой же и равняется 170 килограммам. Как по мне, то мотоциклы очень похожи между собой, сразу видно, что родственники, хотя отличия, конечно же, есть. Впрочем, это не помешало им заработать заслуженную славу в глазах советских граждан. Если у вас был какой-то из этих мотоциклов, расскажите о нем в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!